Тихо... Маха... Ты мой сладкий? Тихо, мой сладкий! Ты мой сладкий! Да, 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 мистик, да, сидеть, да, ай, молодец, хорошо. Это было еще как раз давно, когда я только сюда начала приезжать, не увидела табличку, что собака кусается, подошла к ней на радостях, то есть я шла вообще с другой стороны, и собака, что-то ей там такая, стою, протянула немножко ей руку, она меня схватила, схватил меня за кисть и держал, он не хотел отпускать сначала, пока я на него не заорала. В общем, он мне сломал палец. Лапу? Нет? Другую? Ай, молодец, хорошо. Лапу? Да, молодец. На? Нет? Да, отличная собака. Когда меня вот первый раз это сделали, такой неприятный кусь, мне кто-то из дежурных или из волонтеров тоже сказал, что все, это как твое посвящение было, что будешь сюда, значит, приезжать. Но так оно и получилось. У меня нет собаки, я всегда хотелось, поэтому начала приезжать именно просто погулять с собаками, потом мне дали погулять маленького щенка, я приехала в новом пуховике, и, естественно, этот щенелок своими какашками, мне все замазал, но ничего, отмылись, оттерлись снегом и поехали домой. И вот с тех пор мысль о том, что хочется еще приехать, хочется еще погулять. У волонтера главная обязанность это слушать администрацию и не делать то, что они говорят, не делать. То есть если запрещают кормить собак, вот так вот идти и раскидывать им куски хлеба, то этого не нужно делать, то есть это есть какая-то причина для этого. Поэтому спрашиваем у администрации, что можно поделать, чем можно помочь, тебе все расскажут, все покажут, и уже через какое-то время ты сама приходишь, понимаешь, что один дежурный на улице сегодня, значит, я могу кормить собак, ему помочь, потому что я знаю, как надо делать, где что брать, что можно, что не можно делать. То есть и идешь уже договариваешься с дежурным, давай я помогу, конечно, давай. Давай немножко поколем тут. Главное их разрубить, чтобы они начали отпадывать. Сено в будке можно также накладывать собакам, но опять же, если ты знаешь этих собак, если ты собак не знаешь, но полезешь ли ты к ней в будке, она тебя там может и скушать. Можно убрать у них и в вольерах, и на улице у них какашки, то есть, пожалуйста, чем хочешь, тем занимайся, главное, спроси, чем ты можешь помочь сегодня. Ангелина, ты ему давала? Да. Давала? Ну, Сереге потом уже. Сотрудники не гуляют с собаками, особенно, которые сидят там на улице. Каждая собака хочет погулять, узнать что-то новое, позаимодействовать с человеком. Есть собаки, которые сидят в помещении, и они вообще не гуляют, да, практически. Вот в буднюю, в субботу, там, в воскресенье приезжают, и волонтеры с ними гуляют, их выгуливают. На-на-на-на-на! Давай, хоп! Ну что, давай, хоп! Забирают сейчас редко собак, даже щенки сидят в приюте. Иди ко мне! Могут сидеть всю жизнь. Мы недавно выставляли пост в группе, нашли фотографию щенков 2019 года, то есть это уже прошло три года, щенки превратились уже в трех таких булочек упитанных, сидят они в вольере, то есть их до сих пор никто не забрал. К сожалению, из-за того, что собак в вольере сидит очень большое количество, там по четыре, по пять, как видите, за моей спиной, это не одна собака. Бывает, что собаки начинают грызть самого слабого, и смертельные случаи бывают, к сожалению, в вольерах, приходишь, а там либо уже готовый труп, либо собаку, которую не могут уже спасти, и именно из-за того, что приют перенаселен. Это страшная сказка для собаки, как я называю это, что собака, попав в приют, может выжить, а может, к сожалению, закончить свои дни в подобном вольере, и на этом как бы все. То есть лучше собак, конечно, забирать либо на домашней передержке, либо находить им сразу дом. Обычно забирают вот таких собак, к кому ездят, это вот сами как раз волонтеры, кто гуляют. То есть это радость, наверное, у приюта, когда собака, у которой был куратор, едет домой к этому куратору жить. Это вообще редкость, но собака уже и знает этого куратора. Она может быть и дома у него уже несколько раз была. То есть вот это самая счастливая собака, которую забирают из приюта. То есть она знает, куда она едет. Нет, ладно, лапу, 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 молодец. Лапу, смородина, на. Все, вся трюкачка закончила, потому что тут кто-то раскидал еду. Я такая молодец, сделал доброго дела особо. Ну нет, я приезжаю и уезжаю с таким чувством удовлетворения своей какой-то потребности в виде собаки. То есть потискалась, я потискалась, я наигралась, я там помогла, все, забирайте меня домой. Я довольна. И я просто понимаю, что та помощь, которую я оказываю, она мне не в тягость, мне легко это делать. Нет какого-то внутреннего сопротивления, когда вот где-то требуется, и такая, ну не хочу, ну не мое. Вот я где-нибудь там постою, не отсвечивая. То есть может быть меня это как-то и обойдет стороной. Здесь наоборот такого нет, и мне легко это помогать. И я поэтому и приезжаю сюда. Субтитры создавал DimaTorzok